26 тысяч тонн молока в год. В колхозе знамя Ленина будто продолжают по заветам Ильича работать ударными темпами. Кроме настроя здесь и современные технологии выращивания коров. Общее стоило проектируют из расчета не меньше 17 квадратных метров на каждую буренку. На ферме крупнейшего в Щербиновском районе колхозе автономная система отопления и автоматизированная дойка, рассказывают Вениамину Кондратьеву. Знамя Ленина, как принято сейчас говорить, якорный инвестор всего района. Сейчас павильон, это 36 метров, сейчас сделаем 50, чтобы еще комфортнее было. У хозяина всегда будет и коровы, и надои будет, и все будет всегда у хозяина. Я думаю, что дай бог, знаете, сегодня можно во всем искать причины, в экономике, в дефиците средств, финансов, чего угодно, а самый большой дефицит, это дефицит хозяина, хозяина на этой земле. После общения на ферме обсуждение насущных проблем жизни района было продолжено на встрече со станичниками. Чиновничьих отчетов и зачитывание официальной статистики по минимуму. Люди сами берут слово. Подряд из зала сразу несколько жалоб на состояние медицины в районе. Оптимизация местного здравоохранения стала головной болью для жителей станицы хуторов. Больницу у нас, стационар закрыли, скорую помощь убрали. Нам, чтобы приехать или вызвать скорую помощь. Какое население? Екатериновское сельское поселение. Сколько? До Екатериновки 15 километров, а до Ейкропления 30 километров, а до района 60 километров. Заместителю главы краевого Минздрава, которая предусмотрительно приехала в Щербиновский район, Вениамин Кондратьев объясняет, ради чего все-таки нужна оптимизация. Оптимизация СССР должна быть для жизни, для людей. Они что-то там оставили. Вот поверьте, вы или сделаете так, чтобы людям было комфортно, или я вас здесь оставлю до тех пор, пока люди не скажут, что проблем со здравоохранением нет. Вениамин Иванович, услышали. Все. Считают, договорились. Чтобы улучшить работу в социальной сфере, в районе необходимо оздоровить местный бюджет. Собственными доходами казну закрывать удается только на треть. Глава Щербиновского района рассказывает, что в этом вопросе рассчитывает на инвестиционные проекты, в том числе и в горной зоне Азов-Сити. Но губернатор просит не строить воздушных замков. По федеральному постановлению, казино в 2018 году закроют и перенесут в другое место. Поэтому уже сейчас нужно подыскивать новые точки роста. Это сегодня площадка с коммуникацией. Она, по большому счету, пригодна будет не только для казино, она для иных сегментов промышленности, экономики будет пригодна. Здесь ваших уже рук дело найти замену одному бизнесу, игорному, который называется, другому бизнесу. Не нужно ждать того, что кто-то за вас будет делать вашу собственную экономику. То есть вы должны сами делать эту экономику, и поверьте, где-то головой, а где-то ногами. То есть активно пытаться искать того инвестора, который зайдет на имеющуюся у вас площадку. И здесь важно не только не потерять в налогах, которые приносит Азов-Сити, но и сохранить рабочие места для людей после закрытия горной зоны, говорит Вениамин Кондратьев. Люди, которые там работают, они не могут уйти в никуда. И нам сегодня важно понимать, что чтобы ушла и горная зона, и взамен нее уже была на низком старте другая промышленная площадка. Чтобы люди уволились оттуда и тут же ушли на новое место работы. Село должно быть занято, иначе оно запьет или поедет в разные стороны, и в город поедет. А что город без села? Ничего. Обречмен также город на умирание. Поэтому сегодня наша задача нам самим жить и искать способ, как выжить в этих непростых экономических условиях. Отпускать губернатора люди не хотели даже после двух часов общения. Вопросы буквально задавали на ходу. Главе региона, уезжающему на следующую встречу, пришлось оставить на месте министров, чтобы те дали ответы на все вопросы. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Щербиновский район.